Вот и настал тот самый момент, когда я решила приготовить цукаты. Сейчас хочу вам показать, как выглядит мускатная тыква и как вообще я режу ее. Вот я уже нарезала несколько долек. Режу ее толщиной сантиметра полтора, такими вот шайбами. Очищаю потом от кожуры, вот здесь кожура у меня. Далее вот крошу. Кубиками, со стороной где-то сантиметр на сантиметр. И мне нужно нарезать 800 грамм вот такой вот тыквы на цукаты. Потом удоварить сироп. Вот я подготовила 800 граммов тыквы. Взвесила, порезала, почистила. Пахнет, семечками пахнет. А здесь у меня будет сироп. Здесь 400 грамм сахара, 100 миллилитров воды и сок половинки лимона. Вот половинка еще осталась на следующую порцию, а половинку я уже выжала. И сейчас пойду варить сироп. Поставила я варить сироп на огонь. И необходимо помешивать, потому что здесь воды совсем мало. В основном сахар. Все это быстро закипит сейчас, начнет пениться, сбежать захочет. А мне нужно его сварить до полного растворения сахара. Вот момент, когда сироп уже закипел, можно считать, сварился. И я начну засыпать тыкву. Здесь у меня ровно 800 граммов. И теперь необходимо довести до кипения тыквы в сиропе. И отключить до полного остывания. Вот и закипают мои цукаты. Сейчас я их перемешаю. Отключу. И оставлю остывать. А после остывания снова закипячу. И так проделаю три раза. И в третий раз я закипятила тыковку. Смотрите, какая она. Не разваливается даже. Даже и не думает, вот что значит мускатная тыква. Прям совсем не для каши. Вот, будет остывать у меня до утра. А утром, возможно, я еще и четвертый раз попробую на вкус. Достаточно ли она сладкая. Может, даже и четвертый раз закипячу. И буду сушить завтра. Так, ребята, мои дорогие. Сварила я четыре раза мои цукаты. Я взяла сито и взяла поддон, глубокую мисочку. И теперь я собираюсь эти все мои цукаты. Я хочу их отсидеть. Мне нужно, чтобы до вечера сбежала вся лишняя влага, чтобы я их могла потом разложить на противне и сушить. Такие целенькие кусочки. Прям хочется взять и попробовать. Ну вот, друзья, сейчас начнется самая интересная творческая часть процесса приготовления цукатов. Будете свидетелями. Нам понадобится пергаментная бумага и противень. Противень вот я уже поставила перед собой. А пергамент я сейчас отрежу. И легким движением руки просто ведем подгибу ножом. Все, лист отрезан. Процесс вы поняли? Я когда всю поверхность доложу, я сниму окончание. Я закончила выкладывать. Может, даже сильно плотно получилось. Ну, посмотрим, если все сушится в один сплошной пласт. Буду я это снова разрезать. А может, и поотделяю. Я просто не помню, когда я первый раз делала, на сколько противней я раскладывала порцию. На один все умещала, или на два. Буду тапить печку вечером скоро и буду ставить их сушить. Как выглядят мои цукаты после первой ночи сушки? Вот я их сушила над печкой. И хочу сказать, что пока еще они, конечно, к рукам не липнут. Но неокончательная степень высыхания у них еще недостаточно готова. Скажем так. То есть я чувствую, что они еще мягкие, как будто немножко еще сырые. Поэтому сегодня я их оставлю еще на просушку. Еще раз буду топить и еще раз поставлю. Я снова рада вас приветствовать, мои дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня уже четвертый день, как я забавляюсь со своими цукатами. Один день я их варила и два дня сушила. Сушила тут у себя возле печки вытопленной. Конечно, если бы у меня был сушильный шкаф, процесс бы ускорился втрое быстрее. Ну вот они у меня высохли. Такие маленькие, слегка, конечно, липкие кусочки. И чтобы они не липли дальше, не слипались. Я очень боялась, что они послипаются в этом слое. Довольно плотно я насыпала их. Но, к счастью, они вполне себе такие отделимые. И вот я уже приготовила кукурузный крахмал. Буду здесь обваливать вот так, просто руками. Вот так это выглядит. И складывать в сухую пластиковую емкость. Вот такой у меня есть контейнер. Я так уже делала раньше и сделаю так в очередной раз. Цукаты готовы. Для того, чтобы пересыпать их крахмалом, мне потребовалось примерно ложки-полторы кукурузного крахмала на вот эти вот изначальные 800 грамм тыквы сыруй, свежий. Теперь я складываю их и плотно закрываю. Хранить можно в холодильнике, а можно где-нибудь в сухом шкафчике, где у вас хорошо отапливается, чтобы цукаты не натянули влагу. Потому что станут сырыми. И периодически они, конечно, у меня когда лежат, лежат долго, они спрессовываются. Поэтому периодически их нужно вот там наставать и встряхивать. Но, конечно, лучше, чтобы они долго не лежали, а просто их употребить с удовольствием, что я обычно и делаю. Их можно добавлять в выпечку, чизкейки, блюда с морогом, даже вот прям в таком виде, в кукурузном крахмале. Что хочу сказать, некоторые обваливают сахарной пудрой. Мне не нравится, потому что они расписают и липкие становятся. Можно, конечно, попробовать смешивать пополам, поровну, в равных частях, пудру и крахмал. Также я пробовала в своем опыте и картофельный крахмал. В общем, скажу, разница практически незаметна между картофельным и кукурузным. Ну, может быть, кукурузный меньше обладает таким выраженным вкусом крахмала, как картофельный. Ну, в общем, делайте. Это классно, это вкусно. Ну и ставьте лайки, там, комментарии пишите, как вы делаете свои цукаты. Может, у вас другой какой-то рецепт, более простой. Всем спасибо за внимание.